Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Представьте себе, что человек оставляет практически все, что можно взять с собой И дорога была тоже нелегкой Наверное, в телеге Человек теряет знакомства, теряет связи Это напряжение, дорога напряжения Сейчас весь мир, когда есть телефон, телефон Весь мир, это маленькая деревня А когда-то было не так Человек приходит совершенно в новое место Без знакомств, без связей Я тебя сделаю великим народом Я тебя богословлю Я возвеличу твое имя Ты будешь богословлен Раша говорит так Что дорога Человек теряет в дороге в трех отношениях Во-первых От напряжения дороги Человек ослабевает Меньше вероятность иметь детей Человек теряет денежно Он практически почти все должен тут оставить И теряет знакомство Так Бог ему обещал Именно здесь После этого Я тебя сделаю великим народом Я тебя богословлю денежно И я возвеличу твое имя Будут о тебе знать больше Я богословлю тех, кто тебя богословляет А то, кто тебя проклинает, я прокляну Будут богословляться тобой Все племена земли Есть медраж Какой-то нееврей прошел И богословил его Он говорит Про тебя уже написано Прошел другой И проклял его Он говорит Про тебя написано Что он, рабич мой, имел ввиду Написано Я буду богословлять Только тебя богословляет А кто проклинает, будет проклят Кто богословляет еврея Получает сам браху от Бога А кто проклинает, получает проклят А что значит будут богословляться тобой все племена земли? Раша говорит так Чтобы все племена земли будут желать себе, чтобы у них были такие потомки, как у Абрама Это значит будут богословляться тобой А из арамейского перевода Слышится так Будут богословляться ради тебя все племена земли То есть там, где евреи находятся С ними приходит богословление на жителей этой страны Ну, это мы тоже видели на практике Вы знаете, что сказал Дон Исака Барбанел, министр финансов Испании Когда Фердинанд и Изабелла Решили, приняли решение Изгнать евреев из страны Он сказал, смотрите, если Испания Выгоняет евреев Она, как мировая держава Падает Как это и произошло А вы знаете, что сказал турецкий султан? Он сказал так Фердинанд большой дурак Он делает зло себе И добро нам Евреи покидают Испанию Переезжают в Турцию И поднимают нашу экономику Вадил их Авром Пошел Авром кашады берегу водиной Как Бог ему сказал Вадил их и цей рит С ним пошел рит Вадил их и цей рит Вадил их и цей рит Авром был бенхом из Шона в Ишивеншона Ему было 75 лет В цей семье хорон Когда он вышел из Харана В бояках Авром Взял Авром Из Сора и Иштей Сора старает свою жену Вез Гейдбен Охив Свин Брата Брата Арана Вез Коры Хушу Машер Охошу И все имущество, что они заимели Вез Анефеш и души Которые они сделали в Харане Раша приводит два перевода Один перевод души Кого они приблизили, который И простому пшату Души, которые они Рабов, которые они приобрели Боицы вышли Иролеха с яйцей Арцог Кнан Землю Кнан Боявио пришли Арцог Кноан Землю Кноан Арцог Кноан Что Бог хотел Что он велел Аврааму прийти в землю Кна Святую землю Израиля А что земля Израиля Эта земля, в которой мы находимся Она имеет в себе большой потенциал духовности Большую духовную силу Вы знаете, что с момента Когда еврейский народ вошел в землю Израиля Пророки могут быть только в земле Израиля Пророчество было только в земле Израиля Есть одно исключение Что если пророк уже начал пророчествовать Стал пророком Он мог продолжать пророчествовать мне земли Израиля Но начать он мог только в земле Израиля Это одна причина Вторая причина Бог же желал отдать Аврааму эту землю И он хотел, чтобы Авраам тем, что он придет сюда Как говорится, закрепит ее за еврейским народом Моя вера Авраам прошел по стране Адми кем шхэм до места шхэм Адми кем шхэм до эймэрэ до эймэрэ в Агнане Агнане озморец был тогда в стране Это можно перевести двояко Или уже, или уже в стране, или еще в стране Раша говорит, уже в стране То есть до этого там были потомки шхэма, семиты А сейчас Кнане стал это завоевывать И Аврааму это было неприятно Шхэм это и родня, и они более духовные Бог показался к Аврому, ва еймэр сказал Газарахо этой насорец азэйс Свою потомство и отдам эту землю Ва еймэн шоу мизбэях Он построил там жертвенник Ва еймэр богу, а не раилов, который ему показался Ва еймэр богу, а не раилов, который ему показался Раша тут подчеркивает, написано в женском роде Раньше он распастер палатку своей жены, а потом свою Ва еймэр богу, а не раилов, а не раилов И построил там жертвенник Богу. Ваикро звал Башим Адиной именем Бога. Ваиса Авром поехал Авром, ауэх Меносея ехать, идти и ехать, а Некбо на юг. Куда на юг? Направление Иерусалима. Шхембит на север. А Иерусалим относительно Шхема на юге. Рамбан приводит в Медраж, что все события, которые происходили с нашими отцами, Авраам, Ицхок и Яков, с ними были много событий, а Тора описывает могу и часть из них. Так Тора приводит именно те события, которые имеют отношение к будущему еврейскому народу. То, что было с отцами, это признак на то, что произойдет с детьми. То есть Тора пишет именно те события, которые впоследствии произойдут с еврейским народом. И места, которые тут упомянуты, эти места, в которые были ключевые моменты у еврейского народа после прихода в страну. Например, тут написано, что Авраам ехал на юг. Как интересно. Большую часть страны... А на юг мы рассказали, это где Иерусалим. Так Раши говорили. Так большую часть территории земли Кнан евреи заняли во времена Ешуа и потом. А в территории Иерусалима еще во времена Давида воевали с Евусой. И они заняли это 400 лет позднее. Как и Авраама было. Что он поехал... Он большинство земли Израиля занял раньше. Он, прошу прощения, он ехал по разным местам и он ехал в направлении к югу. То есть юг был позднее других мест. Иерусалим позднее других. Потому что был тяжелый голод в стране. А почему он покинул страну? Он поступил разумно, потому что голод. Голод это опасно. Поэтому он спустился. Салмуд говорит нам, голод в стране, голод? Убегай. Написано, Авраам из-за голода спустился в Египет. Ваи было, кашели криво в Эмитсройма. Когда он приблизился прийти в Египет. Ваи мэрл сарай иштэй. Сказал сарай своей жене. И нынно я дати. Вот я знаю. Сейчас я знаю. Киишо и фасмареоти. Цветы, женщина красивого вида. Вегойо и будет. Кииро исохамитрим. Увидится египтяне. Египтяне тогда были темнокожие. Вомру скажет. Иштэй, здесь. Это его жена. Вегойргу иси. Вейсохихаю. Меня убьют. А тебе оставят живых. Такая красивая женщина. И не приближаться к ней. Хотите послушать шуточно? Они сказали так. Не иметь отношения с ней невозможно. Если иметь с ней отношения, то каждый раз она замужняя женщина. Много преступлений. Убить мужа. Это один раз и все. Скажи мне, пожалуйста, ты моя сестра. Что было мне хорошо из-за тебя. Будет жить моя душа. Беглых из-за тебя. Я останусь живым. Папа-заттал объяснял это так. Что Авраам сказал так. Если скажут, что она жена, то, как мы уже говорили, есть один путь. Убрать Авраама. А если она сестра, каждый, кто захочет, как говорят, руки и сердца сарай, будет стараться смататься. С кем он будет вести переговоры? С братом. А вы знаете, в переговорах можно тянуть, ставить условия. Переговоры можно вести, как ты хочешь. А если он почувствует, что опасность, то он убежит. То есть это было затянуть время. Как говорят, беспроигрышная игра. Но получилось совсем по-другому. Это все с обычными людьми. То, что боялся Авраам. А получилось совсем по-другому. Когда Авраам пришел в Египет, Ваиру Амитри Месо Ишо, Египтяне увидели женщину, ки ее фо имя Ид. Она очень красивая. Ваиру Исо Сорай Фары, увидели ее вельможи фараона. Ваял Гай Сео Пары, хвалили ее к фараону. Ва Тука Хо Ишо без пары. Тут стразательная форма. Была взята женщина в дом фараона. То есть пассивная форма. Никто ее ничего не спрашивал. Авраам предполагал, что это будет какой-то человек. Так он будет вести переговоры. А фараон Считал себя полным хозяевом, никого ничего не спрашивал. Ой, Авраам, он сделал добро из нее. То есть добавил подарки. Ваил и цейну вока. Мелкий скот крупный. Вахамири, маслы, ваводим рабы, ушвахы. И рабыни, васыны и сугмалим. Ослицы и верблюды. Мы читаем в Перке Авод, что было Авраам Афину десять испытаний. Второе, первое испытание уруказли, что он не был готов служить идолам даже ценой жизни. Его бросили в печку и Бог его спас. Второе, иди себе из твоей страны. послушал Бога. Третье, был голод. Скажите, а в чем был голод? Он пришел в страну, а там голод. В чем тут было испытание? Как вы это понимаете? Тут же не испытание разумности, испытание верности Богу. в чем было испытание? Авраам подумал разумно и понял, что из-за голода надо спуститься в Египет. В чем же испытание? Ну, в Раше это между строк написано. Знаете, в чем испытание? не спрашивать о мерах Бога, что тут Бог от меня хочет. Представьте себе, какой-то другой человек сказал бы, а что Бог от меня хочет? Вот он велел мне прийти в землю, в эту землю, а сейчас другого, что Бог от меня хочет? Авраам таких вопросов не задал ни устами и ни в сердце. То есть, это верность в сердце. Бог знает, что он делает, а если я что-то не понимаю, не понимаю, человек может понять, почему и зачем Бог так делает. Нет. Бог знает, что он делает. Ну, следующее испытание, что царь была взята и захвачена фараона. А в чем тут испытание? Как говорят, как говорят сейчас, Авраам тут вообще не контролировал ситуацию, правильно? В чем же испытание? Я понимаю, что тут то же самое испытание сердца. Что Авраам не спрашивал, почему Бог мне так делает. Ничего не спрашивал и в сердце тоже ничего не спрашивал. Но можно задать вопрос. В чем же смысл нового испытания? Это же повторение предыдущего испытания. Это испытание голодом, что Авраам не спрашивал вопросов. Что забрали цару в гарем фараона, это тоже испытание. Повторение? Так зачем повторять? Мне кажется очень просто. Не спрашивать вопросы на Бога. Есть разные ситуации. И есть десятки, сотни и тысячи уровней ситуации, которые человек проходит. так и это совсем испытание другого ранга, другого уровня. Что Авраам из-за голода должен спуститься в Египет, и он не спрашивает вопросы на Бога, и даже в сердце не спрашивает. Это испытание одного уровня. А тут затронута его честь, затронут почет его жены. это совсем другое положение. Говорят, что во время катастрофы у многих религиозных евреев было испытание видеть такие страшные ситуации и не спрашивать вопросы. Бог знает, что он делает. Хасиль рассказывает историю, что был один еврей, и он жил довольно долгие годы. Его спросили, скажите, а заслуга, чего вы живете такие долгие годы? Он говорит, послушайте. У каждого человека случается по-разному, что-то приятное, что-то неприятное. есть люди которые спрашивают Бог, а почему ты мне это делаешь? Ну, человек спрашивает, его вызывают для разъяснения, а я не спрашиваю, меня не вызывают. война гадинной поразил проказы Бог с пары фараона негоим гделем большие негоим из бейса и его домашних, а в двор сара и цесара ищет Авраам. Ваикро фары Авраам позвал фараона Авраама, воема, сказал, что ты мне сделал? Почему ты мне не сообщил? Киштохо это твоя жена. Почему ты сказал это моя сестра? я ее взял себе в жены. Вято теперь и не ищет хо это вот твоя жена как бери и иди. А почему он сказал бери и иди? Почему не сказал оставайся? А я гарантирую твою безопасность? А? Фараон знал что в Египте даже он не может гарантировать ее неприкосновенность. Поэтому я не хочу уходить в опасности. Бери и уходи. Бойца было в паре Аношем. Приказал на него фараон людей. Бойшал Хаисы пробудили его вестич ты и жену вестков ашалы и все что у него. К сожалению мы не успеем всю главу поэтому я буду читать только части. Сейчас я читаю 13 главе 14 предложение. Бог сказал Аврому после того как от него отделился подними твои глаза и посмотри на север и на юг на восток и на запад потому что всю землю что ты видишь выходит на я отдам ее тебе и твою потомство отдаем навеки и сам ты я сделаю твое потомство как пыль земли если человек сможет пересчитать с пыль земли так же твое потомство будет сосчитано как пыль земли невозможно пересчитать так твое потомство невозможно будет пересчитать и и и по стране в длину и ширину ее потому что я ее тебе отдам рамбан в своем комментарии говорит что то что бог велел аврааму идти по стране это имело духовную силу закрепить это пророческое обещание бога когда он говорит с пророчеством есть день бог велит делать действия то это закрепляет чтобы это определенно выполнилось аврааму аврааму поставил погодку воевы пришел воейшев поселился в дарине мамре а дарине мамре а шабе хевре которая в хевроне воевы шом из в охране дой построил там жертвенник богу тура нам рассказывает авойне которая была воей и была вими амруфел мелэх шинар в дни амруфел царя шинара хар ех мелэх цар ех осол кгду лэйм мелэх эйгом цар эйгома весиду лэссиду мелэр гейм и тут написано что они сделали войну скин бээра царям сдома бирша царя мэйра шинав цар адмав эмэр цар цвэйм и цар белэй ци офис они рот отделился от авраама и он поселился в сдоми а эти четыре царя вели войну с этими пятью царями этих городков сдома мура царя и написано что они воевали по дороге они воевали с другими царями перебили их потом они воевали с домом потом так они взяли напали на с домом амара на все эти пять городов с домом амара и другие и победили их и взяли в плен и взяли в плен также лота лота взяли в плен авром услышал что его брат то есть его родственник пленен он взял своих воспитанников 318 человек и погнался до дана ваихол и разделился на них ночью у ва вода он и его рабы вояким разбил ваирзов преследовав от хейво до хавашам и смыла дамосы который слева от дамаска то есть который севернее дамаска он с ними воевал с этими четырьмя царями и за чего он воевал потому что они взяли в плен лота родственника Авраама Авраам встал на его защиту что что это Тора нам рассказывает и что это нам говорит о будущем еврейского народа рамбан приводит медраж я уже вам сказал что основной линии это события про Авраама Ицхака и Якова то что произойдет с еврейским народом папа пересказывал от его отца от дедушки что вот эти главы читают про Авраама и Ицхака и Якова читают зимой это зимние главы мы одевали одевали тогда шубу так эти эти главы находятся под шубой надо только приподнять шубу и увидеть что там о чем там говорится они эти главы под шубой так интересно кто эти четыре царя и Авраам с ними воевал ночью кто эти цари Амрофил царь Шинар мы знаем что Шинар это Вавилон Арьех царь это по-видимому город Персии или Мидии где во имя царь Эйон греческое царство Александра Македонского началось из Элама и сидал царь народа то есть Даниил видел четыре царства которые захватят и будут властвовать над еврейским народом какие четыре царства первое это Вавилон они захватили иудею изгнали и еврейский народ был под ними затем Персия с Мидией победила Вавилон и они разбили Вавилон и еврейский народ был под ними Персия и Мидия затем был Иован Греция который Александр Македонский который захватил победил победил Персию и еврейский народ оказался под ними четвертое так интересно четвертое царство это был Рим который подчинил себе иудею и потом и знал евреев а продолжение Рима это многие страны в которыми евреи находились это Германия Франция Англия Польша Россия и так далее так интересно тут Авраам воевал ночью с четырьмя царями четыре царя это символизирует вот эти четыре царства так любопытно так еще раз Амрофил царь Вавилона один второй это Персия и Мидия Аргех царь и Ласара другое имя царь Илаам это Греция Асиду написано царь народов не написано один народ потому что вначале это был Рим четвертым царством был Рим а потом много народов разбились на много народов так тут написано царь царь народов и Авраам с ними воевал ночью ночь символизирует Галют темное время он воевал с ними и разбил и разбил что он воевал с ними что это символизирует в будущем он с ними воевал чтобы за за то чтобы еврейский народ несмотря на все притеснения и угнетения остался это была война ночью в ночи Галюта чтобы он воевал ночью воевал с ними и победил что он победил чтобы еврейский народ остался несмотря ни на что интересный комментарий про этих четырех царей говорит об истории будущей истории еврейского народа а теперь мы продолжаем про Авраама пятнадцатая глава союзы Бога с Авраамом союзы Бога с Авраамом это наша глава после этих событий было слово Бога к Авраам введение говоря алтир Авраам ты не бойся я тебе защита твоя плата очень великая что значит кому говорят не бойся тому кто боится не бойся чтобы представители жители этих стран которых ты разбил чтобы они не собрались заново воевать с тобой не бойся я тебе защита но Авраам боялся чего-то другого может быть в этой войне среди убитых были достойные люди и может быть все заслуги которые были у Авраама он уже за это получил тем что Бог ему помог во время войны он говорит не бойся твоя плата очень велика воемя Авраам сказал Авраам что ты можешь мне дать а я иду бездетным кто управляет мой дом он управляет моим домом если бы был сын он бы управлял воемя бог не реагировал как Авраам сказал еще более ясно во имя Авраам ты мне не дал потомство и вот член моего дома ереши наследует меня а вот слово Бога ему говоря это тебя наследовать не будет только который выйдет из своих внутренних внутренностей он будет наследовать воица Исиахуца выбил его наружу во имя сказал смотри на небеса у сфера Киховин и считай звезды им духа улисферайсам сможешь ли ты их пересчитать во имя сказал ему так будет твое потомство как звезды во имя иной он верю в Бога ваях шве холей цдок о и он посчитал это ему за добро кто кому Раша переводит Бог посчитал Аврааму за заказ за доброе дело то что он верил в Бога Рамбан переводит Авраам верил в Бога и посчитал это обещание как добро не как плата а как добро которое выполнится в любом случае во имя рассказал ему они одино я Бог а же я вывел из урказ дым если это заход тебе эту землю или что наследовать во имя сказал одино Бог по мой да чем я буду знать что я буду наследовать чем во имя ты хотел с Богом союз во имя рассказал ему кхоли эгумишуэшес во взми трех телят в эйзмишуэшес трех козлов и айумишуэш и трех баранов в сейрвагизол это два вида голубей раньше говорит он спросил заслугу чего я буду ее наследовать Бог ему сказал заслугу жертв и из этих животных приносит жертв во имя кхоли взял в себе все эти воеват и сомбат обах разрезал их в середине во имя ниж быстрее положил каждый кусок лекрас напротив другого в са цип и вос а птичку не разрезал раш это объясняет так звери народы которые символизируются вот этими животными они разрезаны они потеряют свой вес свои силы не останутся а птички которые голубки которые символизируют еврейский народ останутся этот союз называют бриз бен абсоррим союз между кусками приводится и пророк Ермияу что были когда делали союз развязали на куски на два куска и эти два человека которые заключают союз проходили между ними а в чем тут смысл союз между кусками что это за какой смысл это делать в чем смысл а книги сейфера и корием объясняет это так что значит союз мы с тобой как одно целое теперь тем что они берут какое-то животное разрезает на две части и проходит между ними так же как эти две части животного раньше были частью одного животного части одного так и мы с тобой две половины одного мы как один мы две части одного как у одного животного каждая часть чувствует боль в другой части так союз мы обещаем быть верным тебе если у тебя будет что-то а ты верен нам что-то было под горим птица такая хищная которая есть трупы спустился на трупы и сом овром 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 и хатагном и овсем хов бур солнце где сахуту и сэр деймон овро овром кто нет овра овром и овуш айм овцу страх. Ха-Шейхо, темнота, гдыло великое, не фэлэ соло впадает на него. Раша приводит. Что это значит? Тут четыре выражения, это опять-таки четыре выражения соответствуют четырем царствам, под игом которых евреи будут угнетены. А, как бы это показали, заключает союз, но могут быть и неприятности тоже, и об этих бедах, об изгнании ему как бы сообщили заранее, в момент заключения союза. А теперь он сообщает Аврааму еще об одном из знаний, самом близком, о египетском изнании. Вае имел и Авраам, сказал Аврааму, где это еда? Значит, чтобы ты знал, кегер езарахо, пришельцам будет веопотомство, би эрец гейлогем, в стране не ихней, веаводом будут их угнетать, веинуэйцам будут их мучать, арба мейшона, четыреста лет. Мегамесаги, но также и народ, а шо я выйду, которые будут их угнетать, да на них, и я буду судить, я буду их наказывать. То есть египтяне будут наказаны. А тут написано так же, значит так же, все народы, которые угнетали евреев, мучили их, они будут наказаны. А потом они выйдут в Верхушгоду с большим имуществом. То есть Аврааму сказали, заключили союз, но сказали, что вместе с этим, что будут и угнетения. Ты придешь своим отцам с миром. Ты будешь похоронен в хорошей седине, в доброй седине. Что это значит? Значит, что его сын Ишмаэл сделает чубу еще при жизни Авраамовст. И Исаф еще не будет делать преступления публично. Себа еще будет хорошая седина. Между прочим, из-за этой хорошей седины Авраам потерял пять лет. Из-за доброй седины, что Бог ему обещал. Место сто восьмидесяти лет он жил только сто семьдесят пять. Из-за Исафа. Исафа. А четвертое поколение вернутся сюда. Киры шалы не полные, а венуэмери. Грех эмери. А дэйну до сих пор. Ваи было шэмэшбо. Солнце зашло в вороту и темнота была. Ваины санур ошон. Дымящаяся печь была пидэйш. Факел огня. А шооба, который прошел бен акзор и маилы между этими кусками. Это как бы представитель Бога. Факел огня. Огненный факел. Прошел. Как при заключении союза. Бои мау в тот день ко раз одиноэ савром брис геймер. Бог звучит савром союз, говоря. Веса раху нас на ты. Твое потомство я дал. Веса ораться здесь эту землю. Минхар Митраим. От реки Египетской. А до нора году на апрос. До великие реки, реки Ефрат. В первом перечисляю тут десять народов. Веса хени. Веса князи. Веса кадмини. Веса хити. Веса призи. Веса рафаим. Веса омири. Веса кнани. Веса геваши. Веса ивуси. Тут Бог заключил союз. Отдать землю этих десяти народов. Земли семи народов евреи получили. И жили там. А трех. Они никогда еще не получили. Они получили с приходом Мошеха. Это кени, князи, кадмони. Веса раиша с Авраам. Веса раиша на Авраам не разъехаем. Вего у нее был шип Хомитрис. Египетская рабыня. Ушмо Хокор. Ее звали Хокор. Веса раиша с Авраам. Сказал сараев Авраам. Веса раиша. Бог меня задержал от того, чтобы я рожала. Приди к моей рабыне. Может быть, я буду построен через нее. Тем, что я буду заниматься, княцелиться с детьми, твоими от нее, я тоже буду иметь детей. Авраам послушал голоса сараев. А вообще-то, раиша говорит тем, что я возьму, веду мою соперницу в дом. Это очень неприятно, вести вторую жену в дом. И заслуга этой моей уступчивости Бог пошлет мне детей. Вадиках взяла сараев еще с Авраам. Жена Авраама. Эсога ра митцис. Шевхоса ее рабыня. Микей цесар шоним. В конце десяти лет, вешевес Авраам бараскнула, что Авраам прожибал землю к нан. Вадит неису дал ее Авраам еще. Авраам ее мужу. Он пришел к Агару, она стала беременна. Она увидела, что она стала беременна. Ее рабыня стала легка в ее глазах. Она стала про себя думать. И в сарай, говорят, что она большая цадыка. А вот видите, столько лет она живет с Авромом. Не стала беременна. А вот я только стал жить с Авромом. Уже стала беременна. По-видимому, она не такая уж цадыка. И стала соответственно относиться к сараю. Страшная вещь. Из того, что происходит, никогда не надо делать подобные выводы. Как человек себя ведет, и что Бог с ним делает, мы никогда не знаем расчеты Бога. Матыма, она не признала величие сары. Матыма сары Лавронс. И относилась к ней пренебрежительно. Перестала ее слушать. Ватыма сарай Лавронс. Сказал сарай Каврому. Хамосе Орехо. Моя обида на тебя. Он их и носатый шепхоси бахайкехо. Я дала мою рабыню в твою лоно. Ватый Ракия Росо. Она увидела, что она стала беременной. Боей колбейнео. Я стала легка в ее глазах. И шпейт адыной бейниу венехо. Что Бог рассудил между мной и тобой. Страшные слова. Гемора Бобы Кама говорит на это. Что царай передала суд Богу. Что Бог рассудил между мной и тобой. Между царой и Авромом. Гемора говорит так. Бобы Кама. Чтоб человек никогда не передавал суд Богу. Чтоб Бог между нами рассудил. А тот кто это делает. Он получает наказание первым. И мы видим тут. Цара умер раньше Авраама. Никогда не надо передавать суд Богу. Человек имеет претензии. Пойдем вместе к рабыню. Но не передавать суд Богу. Моя имя Авраама вторая. Сказал Авраама вторая. И ничьев хосых биодых. Бот твоя рабинья в твоих руках. А сиро, а тыв в инуюх. Дело е то, что дабро в твоих грозах. Хорошо в твоих грозах. Ватанео сорей. Сорей ее мучила. Дабор е работо нелегкою. Ватеврах мипоннео. Ана убежал от нее. Ваимцо. Нашол ее марах аддиной. Ангел Бога. Арина маим. У источника в аддиба. Митбор Пустине. Алла Айин. У источника. В дороге шур. В дороге шур. Ваимар сказал. Хогур, шивха сорой. Хогур, рабине сорой. Эй мизевос. Вон на салехи. Откуда ты идешь и куда ты идешь? Ты что, дура? Полная дура. Откуда ты идешь? Ты идешь из дома Авраама куда-то? Что ты делаешь? Ватеймар она сказала. Мипней сарай гверти, онэх иберахас. И за сарай моей госпожи я убегаю. То есть она даже, она не отвечает, куда. Она говорит, почему? Я убегаю. Тебе это стоит. Для тебя это выгодно. Про Ишмаила слово «пере» это более существенно. Дикарь более существенно, чем человек. Он больше дикарь, чем человек. Это более прилагательное тут. Более существенно, чем прилагательное. Тут более существенно. Поэтому, такой порядок слов. Но тут надо понять, а почему и полагалось, чтобы у него был сын, дикий человек. За что? Что такое дикий? Что такое пера? Человек, который не подчиняется, не умеет подчиняться правилам. Не знает рамок. Как раз, такой, рамок. Не умеет вести себя внутри рамок. Это как некое... То, что Тора написала больше трех тысяч лет назад, соответствует тому, что мы видим нашими глазами. Очень соответствует, а? Первый Адам. А за что ты ей полагала? За что? Все. Я слышал интересные, интересные комментарии. Смотрите. Агар была в доме сарай. Кто духовно выше? Сарай. И она должна была принять ее как главную. И относиться к ней с должным уважением. Когда человек понимает и знает рамки, он должен уметь уважать того, кто выше его. А Агар этого не сделала, так мера за меру. Мера за меру. Она не умела быть в рамках. Не умела принять сару над собой выше себя. Соответственно, у него родился сын, который тоже не умеет принимать рамки. Мера за меру. Все, что каждый человек делает, это мера за меру. Мера за меру. Мера за меру. Он сказал имя Бога, а Девер, и говорил к ней, а то ты эл-рои. Бог видишь. Видишь тех, кто страдает. Он рассказал, а Гамалим тут, Раиси, я видел их в доме Абрама. Ага. Поэтому, кора лабеер назвали этот колодец, Беер, колодец Гахай-Рей. Живой показался там. Иный вот Бенкодейшу Бенборот. Мерду Кодейшу Бенборот. Малатилет Агар Гавром Бен, Агар Радил Аавром у сына. Ваик Равром, Агар назвал Шимбеней имя его сына, шла Йелда Агар, Ешмуэл. Есть медраж, что Ишмаил, Бог услышит стон евреев от Ишмаила, поэтому его назвали Ишмаил, есть такой медраж, Бог услышит стон евреев от Ишмаила. Ишмаил, Бог услышит стон евреев от Ишмаила, воевром был бенчменем шона в шесть шоним, восемь шесть лет, в городе с Ишмаил и евром, когда агар родила Ишмаила, это евром. Ваи евром бен тишем шона в шесть шошоним, евром было девяносто девять лет, ваи руадину евром, Бог оказался еврому, во имя евро сказал ему, ани ех шадая, Бог всемогущий. Исалыха фона, иди передо мной, ваи есть соммем, и будь полноценным. Ваэт но в риси бени у венехо, я дам мой союз между мной и между тобой, ваар бейсхо бемеид меид, я тебя размножу очень-очень. Ваи пил Авром Аупонов, Авром упал на свое лицо, ваидабер и те елехим гаим, Бог говорил с ним так, говоря, ани вот ины в риси итох. Вот мой союз с тобой. Ваи са, ты станешь в авамин геем, отцом массы народов. Великор этот шимхо Авром не будет назван еще твое имя Авром, ваё шимхо Аврогом прибавил ему гей, кипотому, что авамин геем на сатыхо. Отцом массы народов я тебя сделал. До сих пор ты был Авраам, Ав отец Рам. Рам это сокращенное как Арам, Арамея. А сейчас Аав прибавили ему гей, Аав Ам, Амон. Рейш оставили, но это Аав Амон, отец массы народов. Я расскажу тебя очень-очень. Он сатыхо геим я тебя дам народами, что станешь народами. Он гохим мимхо ей цейо. И цари из тебя выйдут. Вакимейси эсбриси я установлю мой союз бениувинэхо между мной и тобою вин зарахо твоим потомцем ахарэхо после тебя гдерейсом поколениях леврис эйгом, вечным заветом. Ли ес гхолэгим быть тебе Богом ум зарахо ахарэхо твоего потомцу после тебя. То есть тут союз обрезания. И он говорит я установлю мой союз между мной и тобой и потомцем после тебя в поколениях вечным заветом быть тебе Богом и потомцем после тебя. Что значит быть тебе Богом и твоим потомцем? Что у Бога будет особое отношение с потомцем Абрама. Особые отношения. Особые близкие отношения. И второе. То есть вечно обещание отдать землю к нам навечно. Вечный завет. На вечное наследство. Я буду им Богом. То есть вечно обещание отдать землю к нам навечно. Мои имя Рогима Абрама сказал Богу к Абраму. А то отец Бриси с Ишмэр. Мой союз сохраняй. А то ты визарахо ахарэхо. Твое потомцем после тебя. Ведерейся в поколениях. Здесь Бриси. Это мой союз. Ашат Ишмрош. Вы сохраняли. Бенни у виних. Между мной и между вами. Увинь зарахо ахарэхо. И мир своим потомцем после тебя. И мейли хэм колзохор. Сделайте обрезание каждому мальчику. У немаленько сделайте обрезание с Псароасхан. Закрытое место. В гое будет эйс Брис. Знак союза. Бенни у виних. Между мной и между вами. В 8 дней. И мейли хэм. Будет обрезано колзохор. Все мальчики. Гэдэгэдрэйс эйхом поколениях. Элит бойец. Рожденный дома. Умик нас кэсэв. Купленный за деньги. Микел бенни хэра. Всех чужих. Ашарэми зарахоу. Что нет твоего потомца. И мейли хэм. Обрезан будет обрезан элит бойец. Рожденный дома. Умик нас кэспэх. Умик нас кэсэх. Умик нас кэсэв. Умик нас кэсэв. И мейли хэм. Союз. А призон не. Что он был. Был на цели. Это не союз, который написан. Но который будет на цели. Это союз у каждого еврея с Богом. Человек одел тфилин. Одел талит. Тфилин он может... Он снимает, в талии человек снимает, в доме, где есть мезуза, человек может выйти, а этот союз на теле, выгравирован, он остается с ним всегда, в любом месте. В Орел Зохр, не обрезанный мальчик, а что который Ли-Имел, мужчина, а что Ли-Имел не сделает обрезание Эпсаро-Госы, его место, в них, Эпсаро-Госы, в них будет отрезано Анефешейми Амео, та душа от ее народа, эсбриси мой союз, и фару нарушил. То есть за невыполнение обрезания полагается карета. Это союз на теле каждого еврея навеки. Продолжение следует...